Всем привет! Сегодня ты узнаешь о 10 способах того, как можно открыть реальный бизнес без вложений. Мы собрали перспективные идеи для старта, причем каждую из них можно реализовать даже в небольшом городе. А перед тем, как мы начнем, подпишись на канал, включи уведомления и поставь лайк под этим видео. Также напомню о нашем закрытом телеграм-канале, в котором ежедневно публикуется одна бизнес-идея, не вошедшая в выпуске. Друзья, искал на просторах ютуба новые схемы заработка в интернете и нашел вот такой крутой канал. Его создатель Алексей Семенов вытаскивает на свет все простые способы заработать денег с минимальными вложениями и без всяких умных технологий. Все, что умеет, раскладывает по полочкам на своем канале Трафик Гуру. Способов достаточно много, вы можете постепенно освоить все. Объединяют их три вещи – простота, минимальные вложения и возможность мгновенного вывода любой накопленной суммы. Вот, например, в этом видео, что называется, в реал тайме показывает, как зарабатывать от 5000 рублей в день на приватной партнерке. Рекомендуем подписаться на этот канал. Ссылочку оставили в описании под этим роликом. Украшения с искусственными цветами. Открывает наш топ идея изделий и украшений с искусственными цветами. Авторская бижутерия растительными мотивами всегда актуальна и при этом требует минимум инвестиций на старте. Сами туториалы по производству без проблем можно найти на просторах Ютуба. Они бесплатные и лежат в открытом доступе. Украшения с искусственными цветами производятся с использованием кожи, лент, замши, тканей, бумаги и других материалов. Сайты на Тильда. Цены на разработку простого лендинга начинаются от 5000 рублей. И если разработать полноценный маркетплейс, задача для опытных программистов, и здесь без знаний языков не обойтись. Лендинги простого и среднего уровня можно верстать без написания кода вручную. Освоить разработку можно за неделю по бесплатным урокам на Ютубе. А сам процесс больше похож на собрание презентаций из уже готовых модулей. Направление интересное и, что самое важное, прибыльное. Первых заказчиков ищите на бирже фриланса, а работать можно из любого уголка мира. А спонсором этого выпуска является Quark.ru. Quark.ru – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Перепродажи с Таобао. Таобао – это крупнейшая площадка, на которой можно найти реплики брендовых вещей. Что примечательно, в отличие от того же Алиэкспресс, поставщиков таких товаров не блокируют. А значит, вы можете быть уверены в том, что поставщик в один момент не будет заблокирован. Клиентов проще всего найти, организовав сообщество ВКонтакте и закупив рекламу на тематических группах. Причем заработать можно по системе дропшиппинга. Поэтому инвестировать деньги в закупку товаров не придется. Вполне хватит минимального бюджета в 10 тысяч для рекламы, в социальных сетях и привлечения первых клиентов. Производство бытовой химии. У каждого в доме есть средства для мытья посуды, полов и прочего. Суть идеи в том, чтобы самостоятельно производить такие средства бюджетного сегмента. И продавать оптом в хостелы и отели своего города. К тому же самостоятельное производство не так сложно, как может показаться. Емкость для смешивания можно поставить в гараже или на даче, а стоит она совсем недорого, по меркам крупного бизнеса. Сбывать такую продукцию можно в рестораны, кафе, хостелы или через площадки вроде Озон или Авито. Во втором случае площадка сама занимается рекламом и сбытом ваших товаров. Вам даже не нужно будет заниматься логистикой. Услуги по подбору хобби. Нашей следующей идеей является бизнес зарубежной компании Амабом. Начав с небольшого стартапа, ребята смогли превратить идею в полноценный бизнес. А аналогов такого бизнеса в России до сих пор нет. Дело в том, что многие люди не могут определиться с хобби, которое было бы им по душе. Поэтому сервис, который работает в формате подписки и ежемесячно отправляет клиентам полноценный набор инструментов. Все необходимые материалы и уроки по тому или иному виду деятельности мгновенно стал настолько востребованным. Причем не обязательно начинать с разработки полноценной выплощадки. Можно оказывать услуги подбора хобби в рамках сообщества в социальных сетях и постепенно расширять свой бизнес. Заработок на стримах. Мы уже рассказывали о блоге на YouTube как в достаточно прибыльном виде бизнеса. Одним из смежных направлений, которые не требуют больших вложений, но могут приносить хороший доход, являются стримы. Стримеры зарабатывают с прямых трансляций чаще всего на игровую тематику. Большая часть денег приходит с донатов. Это самый популярный способ заработка среди тех, кто делает развлекательный контент и имеет большую аудиторию. Зарабатывать можно до нескольких миллионов рублей в месяц. Здесь главное делать интересный контент на популярные темы и при этом суметь выделиться на фоне других стримеров. Для старта нужен только ПК, камера и доступ в интернет. Стеновые 3D панели. В последнее время дизайнеры все чаще стали применять такие панели в больших квартирах, частных домах или офисах. Таким образом, одним из самых популярных отделочных материалов для внутреннего декора интерьера на сегодняшний день является дерево. Стеновые деревянные 3D арт панели, на которые можно наносить объемную графику – интересная ниша для старта небольшого бизнеса. Именно графика создает на стене уникальную фактуру. Если в массовом сегменте условия игры диктуют гиганты DIY ритейла, рынок 3D панелей относительно свободен и между тем достаточно прибыльен. Стоимость 3D панели составляет 7500 рублей, а производство можно открыть в небольшом гараже. Хендмейд товары. В этом году все более актуальными становятся эксклюзивные товары, сделанные вручную. Поэтому, если у вас есть навыки в создании хендмейд товаров, обязательно попробуйте это направление. Вязаные вещи, картины, украшения и товары для детей. На всем этом можно зарабатывать, а открыть небольшое производство реально у себя дома. Ищите первых клиентов через авито и площадки вроде ярмарки мастеров. Как только появятся первые клиенты, инвестируйте деньги в развитие социальных сетей и организацию первой рекламной кампании. В этом направлении хорошо работает реклама в городских сообществах у микроблогеров с аудиторией до 10 тысяч подписчиков. Квесты для туристов. Организация квестов – это прибыльный бизнес, но далеко не всегда есть возможность арендовать большое помещение, покупать декорации и тщательно продумывать внешний вид локации. Поэтому квест по городу – достойная альтернатива с минимальными вложениями. От вас потребуется спланировать задания, маршрут по городу и сюжет, а также контролировать сам процесс проведения квеста. Можно зарабатывать от 5 тысяч за одно мероприятие. Таких квестов может быть несколько в день. Клиентов ищите через социальные сети, давая объявления в группах ВКонтакте и Инстаграм. Конечно, во многом заработок зависит от многих факторов. Города, где вы работаете, приток от туристов и наличие интересных локаций. Изготовление пряничных домиков – совсем скоро наступает Новый год. И это оптимальный вариант того, как можно заработать с небольшими вложениями. На самом деле, не обязательно изготавливать именно домики. Важна не форма, а тот факт, что вам не потребуется колоссальных вложений на старте, а для продаж идеально подойдут ярмарки, небольшой остров ТЦ или интернет. Кстати, вы можете договориться с уже существующими точками сбыта. Очень важно грамотно упаковать сам продукт за счет дизайна и качественного фотоматериала. Словом, хотя идея не нова, она совершенно точно обладает перспективами. А успех будет напрямую зависеть от формата реализации. А на этом у нас сегодня все. Поделитесь в комментарии, какая из идей запомнилась и почему. Давайте обсудим. Не забудь подписаться, включить уведомления о следующих выпусках, чтобы не пропустить следующую подборку. Всем пока!